Привет, город! В студии с вами я, Наталья Хорошилова и команда «Сигмы». Наконец-то эта насыщенная событиями трудовая неделя подошла к концу. Давайте посмотрим новости пятницы и последнего мартовского дня этого года. Мы начинаем. С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,3%. Такие выплаты предусмотрены по старости, инвалидности, потере кормильца и для детей-сирот или студентов-очников до 23 лет. Если размер пенсии окажется ниже прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания, то получатель имеет право на социальную доплату. Ставка у федеральных льготников станет чуть больше 7 тысяч рублей. Увеличенные пособия получат ветераны Великой Отечественной войны. Жители блокадного Ленинграда, пострадавшие в катастрофе на Чернобыльской АЭС, а также инвалиды войны. С 1 апреля в стране вступают в силу не только различные федеральные законы. С этой даты меняет правила пользования привокзальной парковкой и аэропорт Нового Уренгоя. Бесплатных минут станет меньше. В половину меньше. Три месяца новоуренгойцы привыкали к тому, что после введения нового терминала за парковку у аэропорта придется платить, если не уложишься в полчаса. Пороптали, да и втянулись. Теперь придется привыкать к другим тарифам. С 1 апреля зоны внутри парковочного комплекса разграничат на платную и краткосрочную бесплатную. Определиться, в какую въезжать, нужно будет заранее. Все, кто будет приезжать сюда и находиться больше 15 минут, для них будет выделено парковочные места. Вот здесь вот, что находится сзади меня. Эта зона парковки предполагает нахождение здесь более 15 минут. Стоимость парковки там будет 200 рублей. Та линия, которая выделена в зоне посадки и высадки пассажиров, которая находится спереди, тут будет 15 минут бесплатных. Далее 500 рублей в час. По словам представителя аэропорта, это делается для того, чтобы стимулировать водителей не задерживаться на полосе быстрой высадки и посадки пассажиров и не создавать пробки. Особенно в утренний час пик, когда прибывают люди сразу на несколько рейсов. Как практика показывает, что большинство автомобилистов, которые приезжают к нам на привокзальную площадь, они находятся здесь менее 15 минут. Увеличение времени бесплатного нахождения на парковочном комплексе создает помехи для пешеходов и для автомобилистов, которые приехали сюда и не задерживаются на парковке. Анализ сделали, промониторив время более 115 тысяч автомобилистов, которые воспользовались парковочным комплексом с начала работы нового терминала. Но в Оренгойцев новость об изменении тарифов равнодушными не оставила. Таксистам бесплатных 15 минут хватает. Минут 5-10, наверное, достаточно, что я сейчас, не знаю, пока не сталкивался с такой проблемой, что надо оплачивать. Ну, тестировали. Не, ну, тестировал, но, я говорю, мне хватает времени. А вот если нужно помочь с багажом и внутри, например, жене с коляской и малышом, то потребуется больше, чем 15 минут. И уж тем более в это время не уложишься, если дожидаешься, пока близкие пройдут регистрацию и сдадут багаж. Ну, все равно мало. 15 минут – это, если, допустим, вот, ну, с детьми, как я, допустим, дед, вот, если дочь провожать, вот, то времени побольше надо, потому что, чтобы помочь дойти, все. Что это дает, я не знаю. Это нам сбор денег и все. А так, почему, допустим, даже, ну, пусть полчаса, 40 минут, час сделать и все. Всех денег не заработаешь. 15 минут мы только заезжаем сюда, около 5 минут. Это, значит, получается, только человек вышел, должен сейчас же сесть в автомобиль, и мы должны выехать. Вот это и будет 15 минут где-то. Потому что не так все гладко. Или дорога, или уступаем, либо ищем стояночку постоять. А это все же в минуты входит. Поэтому, я думаю, 15 минут – это вообще нереально. Александр, кстати, в отведенные бесплатные полчаса не уложился. В аэропорту встречал сотрудника. Вот видите, 200 рублей. 31 минута. Вот так у нас подарили. И вот эти пару минут не успел. Самые обидные, признаются горожане. Две минуты. Так как бесплатного времени на парковке П-1 не предусмотрено вообще, но воренгойцы возмущены, что им не оставляют выбора. Если хочешь проводить близких или встретить их в зале ожидания, платить придется. Или бросать машину у обочины, что и делают многие даже сейчас. Будем нарушать, как вот сейчас автомобили стоят. Видите, вдоль дороги везде. Везде это самое. И с той стороны, и с этой стороны. И мы также будем, наверное, выходить с этого положения. Представители аэропорта отмечают, сейчас парковочный комплекс выведен из тестового режима. Все отладили и готовы оперативно помогать с решением возникающих сложностей. Стоимость пребывания в зоне П-1 в первые два часа составляет 200 рублей за каждый час. Дальше уже подключится тариф для длительного нахождения. 600 рублей за первые сутки и 400 рублей за каждые последующие. Отметим, практика бесплатных 15 минут существует во многих аэропортах нашей страны. Гюля Димитрадзе, Мария Яновская, Евгений Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Продолжение следует... Это внесло в Госдуму законопроект либерализации уголовной ответственности за неуплату налогов. Дело возбуждаться не будет в случае полного погашения задолженности перед бюджетом, включая пени и штрафы. Ямал активно обновляет парк дорожной техники и медицинского оборудования. Куда все это поступит, в новостях короткой строкой. Для больниц Ямала досрочно закупят диагностическое оборудование. 450 единиц техники, запланированных к приобретению в 2024 году, купят уже в 2023. Это эндоскопическое, лабораторное, физиотерапевтическое, офтальмологическое оборудование. Для восстановления послесердечно-сосудистых болезней в Новую Рингойскую больницу поступят стабилоплатформа и тренажеры для реабилитации. Продолжается в округе масштабное обновление парка дорожной техники. В Ноябрьск, Пуровский и Шурышковский районы поступят 15 специализированных машин. В их числе тракторы, погрузчики, автомобиль, дорожный мастер. Техника будет использоваться для очистки внутриквартальных проездов, дворов, тротуаров, мостов и остановок, а летом в ремонте дорог. В Пуровском районе новые самосвалы, бульдозер и экскаватор задействуют в разработке песчаного карьера в Таркасале. Материалы из карьера пойдут на отсыпку дорог и планировку территорий. В этом году 9 единиц современной техники и оборудования, а также асфальтобетонная установка поступят в Новый Уренгой. Абитуриенты Ямала, которые на отлично напишут диктант Победы, получат дополнительные льготы при поступлении в ВУЗ. Международная историческая акция, приуроченная к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 27 апреля. Ответить нужно на 25 вопросов. Победителей в День Победы пригласят в Москву на Красную площадь. В ЮНАУ для проверки исторических знаний задействуют около 60 площадок. Россияне поддержали идею о сокращении рабочей недели до 36 часов. За высказалось 80% жителей России, которые приняли участие в соцопросе. Чаще эту идею одобряли женщины. Примерно 75% опрошенных считают, что при сокращении рабочей недели объем работы не изменится. Отметим, такую инициативу предложил комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Новоаренгольская больница получила новый аппарат для искусственной вентиляции легких. Он предназначен для терапии младенцев и установлен в отделении реанимации новорожденных. Компактный, но мощный аппарат Акутроник, благодаря электромагнитным клапанам, является самым тихим аппаратом ИВЛ в мире на сегодняшний день. С его помощью можно проводить неинвазивную вентиляцию легких высоким давлением. Эта методика позволяет избежать интубации или трахеостомии малышей. В отделении реанимации новорожденных это шестой аппарат ИВЛ. Он дополнил модельный ряд современных респираторов. Сейчас короткий прерыв на рекламу. Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим. Компания «Прогресс Автоматика» Открывает свои двери в новом Уренгое. Наша лаборатория готова оказать полный комплекс метрологических услуг. Своими силами заберем приборы, доставим в лабораторию, отремонтируем, настроим и поверим с оформлением результатов. Этапы работы, сопутствующие документы, а также результат работы будут всегда доступны в вашем личном кабинете. Большая часть поручений главам ямальских городов после честного маршрута губернатора выполнена. В Надымском центре реабилитации появилось современное оборудование. Строится ветклиники и современный банный комплекс по льготному кредиту для предпринимателя. В аэропорту Надыма запланирована реконструкция. В Новом Уренгое открыли крытый скейт-парк и центр единоборств «Северный характер». Летом завершится ремонт бассейна «Юность». В Таркасале строят здание санавиации. В Губкинском – ЗАГС. Для поддержки IT-специалистов на Ямале действует льготная ипотека. В Новом Уренгое сейчас возводят 23 жилых дома. Андрей Воронов посетил некоторые из них. Мечты о квартире в новостройке скоро станут реальностью для многих горожан. Путешествие по новостройкам началось на улице Набережная. Этот жилой комплекс строится без дольщиков на частные инвестиции. Объект обещают сдать ко дню города. После этого начнется продажа квартир. Другой застройщик на этой же улице новостройку на 30 квартир планирует заселять уже летом. На следующей неделе подадут отопление и начнут чистовую отделку. А переселенцев из аварии ждут 172 квартиры в микрорайоне строителей. И однокомнатные, и двухкомнатные, и трехкомнатные, и три плюсы. Когда планируют сдачу? Планируем, значит, сдачу в август. У нас вообще больше отделки это сверх этажами, потому что сейчас полностью перешли на отделку на третий, четвертый подвес. В микрорайоне полярной квартиры уже продаются. Два дома оснащены полуподземным паркингом. Рядом детские игровые площадки. Здесь два корпуса. Первый корпус – железобетонный каркас 100%, вкладка 95%, окна 100%, фасад 45%. Ведутся электромонтажные сети и вентиляция. Подготовительные работы к отделочным уже впереди. Градоначальник посетил и бывший долгострой жилкомплекс «Счастье». Работа сейчас близится к финишу. Благоустройство готово. На территории дома обещают зоны отдыха, хвойные деревья и парковку. А по договорам с жильцами, когда срок дать? В конце мая. В конце мая, в последнем продлении. Планируем числа 15-го вызвать госстроенадзор. В середине апреля все работы планируем завершить. Всего в 2023 году сдадут 9 многоквартирных домов. Таким образом, Новый Уренгой преодолеет отметку в 100 тысяч квадратных метров жилья. Нам сейчас нужно успевать обеспечивать инженерии, дорогами. Поэтому эти процессы параллельные. Нельзя, чтобы они шли без баланса. Сейчас мы перешагнули уже ту планку, когда у нас фонд строил пропорции 50 на 50. То есть 50 строил фонд. Фонд строит строительство округа и 50% частных инвесторов. Сейчас ситуация изменилась. Фонд достраивает последний дом. И все остальное, то, что мы практически были, это все частные инвесторы. Таким образом, мы выполняем поручения нашего губернатора. Остужаем рынок. В планах у властей не останавливаться на достигнутых результатах. Сейчас ведутся переговоры с новыми застройщиками. Этой весной уже подключается Тюменский ЭНКО. Светлана Данилова, Татьяна Забродина, Алексей Емелев для НУР-24. С 1 апреля собственникам квартир пересчитают оплату общедомовых нужд за прошлый год. С начала месяца россияне получат новые платежки за коммунальные услуги. Показатели начнут рассчитывать, исходя из фактического потребления. А в многоквартирных домах жильцам предстоит платить по счетчикам. При отсутствии информации размер платежа сформируют по нормативам. Изменения затронут в том числе оплату общедомовых нужд. Траты на уборку, работу лифта и электроснабжение в доме. Начиная с этого месяца, нуждающиеся на полгода получат субсидии, чтобы рассчитаться за жилье и услуги ЖКХ. Почти 75 тонн вторсырья, собранного на ямальских полигонах, отправили на переработку в Татарстан, Коми и на Урал. Рекоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, инновационные технологии, вывез из Таркасоле и Надыма 6 фур с макулатурой, пэтбутылками, пленкой и твердыми полимерами в Свердловскую область. Оттуда ямальская макулатура поедет в набережные Черны и Сыктывкар, чтобы стать туалетной бумагой. Пластиковые бутылки переработают в пленку для упаковки продуктов, а канистры и ящики перемелют в гранулы – сырье для дальнейшего производства. Оператор отмечает, сортировать мусор нужно. Даже несмотря на отсутствие на ямале мусоросортировочного завода, в регионе все равно ведется отбор вторсырья, и то, что может еще послужить, отправляется на переработку. В 2022 году на реализацию отправлено более тысячи тонн мусора из Янао. Помимо макулатуры и пластика, отбирают стекло, черные и цветные металлы. Почти 100 тонн гуманитарной помощи отправили в ДНР и ЛНР новоуренгойские ветераны и вновь собирают важный груз для жителей этих территорий. Подробнее в нашем сюжете. В общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны собирают посылку для жителей Луганской народной республики. С 2014 года они отправили уже 11 фур по 9 тонн. Это одежда, медикаменты, игрушки и книги для детей. Инициативу подали мы, ветераны Великой Отечественной войны. Но без города, без вот этих прекрасных людей, прекрасной нашей молодежи, мы бы не посилили эту работу. Ведь мне уже 93-й пойдет год. Люди, насколько душой теплой и заботой проявляются жители нашего города, они приносят сами. Звонят, мы приезжаем, забираем. Насколько здесь северное братство существует, настоящее северное братство. Собирают посылки действительно всем новым Уренгоем. На связи с ветеранами и другие общественники, волонтеры, крупные компании города и администрация. Кто-то помогает организовать транспорт, кто-то обеспечивает коробками. Ну и, конечно, нужны руки. Много рук, которые перебирают и укладывают посылки. Коллектив «Ансамбля романтики» практически всем составом помогает в этом деле. Я сам с Донбасса. Я бываю в них и выступаю там перед... По полгода бываю. Люди замечательные. Я говорю, для них даже доброе слово сейчас. Ну, в таком состоянии тяжелом. А тем более любая вещь. Даже, например, поносится месяц, полгода. Люди будут довольны. Мы сидели на русском, писали самостоятельно. Заходит наш куратор и говорит, ребята, кто хочет поехать помогать. Ну, я сразу согласился. Вот. Мне это нравится. Все коробки взвешивают и отвозят на склад. Когда соберется достаточное количество для целой фуры, посылки уедут в Первомайск. Получатель груза – местное общество ветеранов Великой Отечественной. Поэтому отправители уверены, что там с таким же вниманием и заботой доставят посылки уже до конечных адресатов. Вот эта очередная партия гуманитарной помощи после 9 мая пойдет в город Первомайск Луганской области. И в поселки Долиновка, Калиново, Михайловка. Там люди очень и очень нуждаются в такую помощь, которую оказывает наш любимый прекрасный город Новый Уреной. И его теплой душой проживающие в городе люди. Юлия Димитрадзе, Алексей Юмилев, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. А сейчас наш информационный блок продолжит программа «Патруль». Я же прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова